к сайту мер тяжелой атлетики даст интервью олимпийский чемпион дмитрий берестов и первый вопрос в последние годы мы периодически видим твое участие в тех или иных соревнованиях и я знаю последний раз ты выходил на помост в октябре 11 года на на кубке москвы и вот интересует это было очередное твое участие в соревнованиях или ты готовился к олимпиаде собирался отбираться сборную чтобы участвовать в лондоне я понял вопрос я так отвечу что любой спортсмен любой спортсмен уже с именем с добившийся каких-то уже высот никогда не хочет просто так взять и закончить всегда что-то есть всегда есть вот эта жажда наживы жажда победить жажда выиграть поэтому мое возвращение каждый раз было не просто выйти на помост и поднять какие-то для себя килограммы это было для меня внутри я хотел вернуться и хотел вернуться серьезно спорт хотел вернуться серьезно в сборную хотел попасть на игры это расценивалось как один из этапов поэтому выступая на этих соревнованиях я был как бы отборочные к дальнейшем допустим хотел выступить на чемпионате москвы потом на чемпионате там кубок был кубок россии до речи на чемпионате европы и в итоге отобраться олимпийскую сборную команды но я понимаю следующий вопрос уже будет как почему не получилось да почему ну какова причина травма или может быть занятость да нет здесь во первых конечно да все спрашивают занятость да это влияет и занятость то что я занимаюсь директор школы понятно что это сильно отвлекает и я тоже убежден в том что нельзя заниматься одинаково успешно одновременно несколькими делами если ты занят одним ты должен но в тот момент у меня была такая возможность руководство моей организации полностью шло навстречу я без каких-то проблем мог спокойно сидеть на сборах готовиться тренироваться поэтому для себя никаких никакого дискомфорта я не испытывал но здесь другая же ситуация что скорее всего это уже и стаж занятий и старые травмы опять в очередной раз меня это подвело в очередной раз на сборах я провел сбор принципе хороший до набрал приличную форму но на кубке россии при сгонке веса у меня опять же случилось там растяжение руки локтевой связки поэтому я уже понял что как в молодости вот так просто не получится что ты готовишься не думая ни о чем не думая ни о травмах ни о чем-либо ты просто поднимаешь делаешь свою работу и работу и все а здесь получается что я выполнил свою работу в принципе на 90 процентов был готов и вот какая-то одна неточность и травма я для себя наверное уже после этого старта уже успокоился внутри я понял это каждый спортсмен должен для себя никто вот мне много кто говорил что надо закончить зачем тебе это зачем тебе олимпиада еще ты уже олимпийский чемпион ты добился уже самый высший многое очень часто я слышал такие уже после того как даже выиграл уж сразу начались эти разговоры я скажу пока у вас внутри вы сами с собой гармонии не достигли никто никакие расспросы договоры что-то еще вам это не остановит вас вот у меня тоже самое получилось много раз говорили я слушал но внутри хотелось внутри я сам себя не было гармонии что да надо успокоиться я думал что еще могу верил в это сейчас после того старта я как бы уже смирился с сам собой и понял что я сделал максимум приложил усилий чтобы вернуться и потом в старости я не буду говорить о том что я зря я тогда закончил я бы мог бы еще там что-то повыигрывать нет для себя я уже попытался несколько раз не получилось все я для себя сказал да по крайней мере не самому в глаза себе не стыдно посмотреть и сказать что да я попытался не получилось что потом не было такого что вот если бы я там начал тренироваться то я бы точно бы стал нет вот получилось так как получилось теперь я полностью в гармонии сам собой теперь я могу спокойно в удовольствие и как как у нас говорится по простому кайфовать именно тяжелой атлетике приходя в зал я занимаюсь именно в удовольствие не то что цель у меня какая-то стоит чемпионат москвы еще какие-то соревнования именно просто прихожу захотелось делать рвок классический я сделал рвок лачис хотелось там потолкать потолкал но только вот в удовольствие поэтому вот это наверное ответ на твой вопрос ну да ты в очень хорошей спортивной форме это видно по фотографиям но сейчас немножко сдал сейчас как бы уже когда все-таки есть цель и когда вот действительно есть цель который стремишься что к выступлению все-таки ты держишься в другой форме постоянно в боевой готовности а здесь когда ты знаешь день приходишь в зал сегодня ты потренировался завтра вот какие-то поездки там конференции совещания у тебя просто физических сил не остается ты приехал вот я вчера приехал уставший это максимум что я смог себя выжить это в жим лежа поделать и все же домой пришел устал рухнул спать да поэтому если есть любое свободное время я прихожу позволяет зал как бы внизу я спускаюсь занимаюсь ради удовольствия планируешь ли ты участвовать и в ветеранских соревнованиях я понял я да это вопрос даже как бы расширю скажу что я за ветеранские соревнования мне нравится то что люди фанатично занимаются этим но сам пока наверное не готов и вот это наверное к тому что и психологически или как даже не то что психологически все таки вот и а к тому же ну да это все связано психологии человек который уже до добился вершины то есть вошь не мой уровень как милицию этот нельзя говорить нету цели вот когда нету в спорте цели тут уже переходишь на другой уровень чисто в удовольствие чисто в кайф тренировать рекорд побить ветеран я наверное еще сколько тридцать два года мне может я просто еще не переступил вот это нужно пень когда я почувствую себя ветеран вот если я эту ступень как бы перешагну и почувствую что да я ветеран то что я сначала у меня по поводу этого постоянно мнение меняются по ходу вообще жизни там тоже 11 я у меня было мнение зачем это нафиг надо старый человек на ты лезешь да там иди занимайся работой не дать не валяйте дурака потом пересматривал свою точку зрения в принципе молодцы хорошо что занимается поэтому я говорю что здесь наверное я еще до уровня именно ветеранов не дорос я еще эту ступень сам не переступил но у меня многие друзья мои которые раньше вместе тренировались они уже настраиваются уже готовятся к этим соревнованиям уже хотят уже и я в принципе ничего в этом плохого нет это тоже популяризирует вид спорта просто я допустим хотел тем же ветеранам донести свою мысль блять у нас тренируются ветераны многие у нас я понимаю где-то есть эгоистический вид спорта каждый для себя эгоист и он только преследует свою свою цель вот я как многие ветераны вот я я хочу стать мировым рекордсменом я хочу там выиграть стать по ветеранам все что можно взять и все не думая ни капли развития вида спорта в целом а мое мнение все-таки что ветеран если мы говорим о смысла этого ветерана он должен развивать вид спорта и не только приходя взять на себя нож такой небольшой да и не только приходя в зал и показывая своим примером что он занимается он должен приходить общаться с детьми он должен увлекать и разговаривать с родителями приводить детей всяческим образом он должен в зале если ты тренируешься и ты видишь что там где-то что-то сломалось это ветеран это все знаешь ты должен помочь что-то сделать вот таким своим примером вот вот это важно для меня неважно станет он чемпионом олимпийским или чемпионом мира по ветеранам это не суть важно что он ходит в зал что он показывает и всячески как бы общественный деятель вот это пропаганда спорта вот это настоящее вот такого ветерана я уважаю а бывают люди которые приходят зал им наплевать на всех они вот свою цель видят мне все равно я тренируюсь я там олимпийский чемпион это много чемпион мира и вообще рядом со мной никто вот это их вот этих я людей как бы не понимаю считаю что такие ветераны как бы они не популяризируют вид спорта они наоборот его как бы возвод в такую степень знаешь эгоист вот я есть я есть вид спорта все больше ничего меня не интересует вот это надо от этого надо уходить надо уходить именно ветераном именно популяризация вида спорта вот смысл ветеранского движения а являясь директором дешевого нгфсо что ты можешь сказать о государственных программах как директор я понял который вот для развития тяжелоатлетики ты знаешь государственные программы в принципе неплохие и много делается на местах вообще для развития вообще тяжелой атлетики на самом для особенно в последние годы я работаю в школе я принципе все это изнутри вижу что и выделяются и средства и есть желание у достаточный средств но мы уже тут говорим о том что на многих местах работают не я бы сказал не фанаты не профессионалы и очень часто бывает что далее спорта вообще людей назначают они не понимают что делать куда вкладывать вот это большая проблема именно государственная поддержка в принципе есть конечно всегда хочется лучше меня в школе одни и те же проблемы что не хватает штанг что не хватает там залов не хватает да это все нужно это как бы каждый год мы с этим боремся все время просим все время с этим добиваемся если нас но в принципе уже наши просьбы наши море были в какой-то степени не знаю как в регионах наверное похуже чем в москве в москве все таки денег и возможностей побольше но я бы не не в этом плане я бы не стал прям столь наводить критику что вообще уж все плохо и вообще уж ничего не делается именно вот последние годы есть тенденция что наш заметно это начали изменение так как хотелось бы но есть изменение в лучшую сторону даже по работе федерации мы все видим что в принципе улучшение есть создан турнир создан в принципе есть финансирование хороших спортсменов сборников устраивается турнир а это популяризация тоже виды спорта да не хватает вот таких наверное уже глобальных если мы говорим о том о москве тогда сколько там залов было в москве да я сейчас их раз-два и обчелся вот этого не хватает именно специализированных зал сейчас ютимся по школам по пт-у по колледжам хотелось бы что хотелось бы сейчас есть программа московская что строится фоки но братья вот одна недоработка до государства что строится фоки но фоки они типовые и для игровых видов для специализированных видов спорта они никак не подходят да там можно да игровой вид спорта там и танцы и так далее так далее а вот именно специализированных там для тяжелой атлетики для того же бокса им тоже нужны там подиумы эти для таких видов спорта их нету по сути вот сейчас я обратился по всей москве посмотрели не нету и не строится они даже и сейчас вроде как в проект уже там год назад ввели в москве споры спорткомплекс именно для тяжелой атлетики для силовых видов спорта но это тоже большой прогресс что хотя бы ввели его уже в проект надеемся что дальше это все зависит тоже от нас от руководства если будем просить ходить стучаться объяснять я говорю такого нет что совсем о нас забыли и махнули рукой и нет идут навстречу люди просто побольше бы именно профессионалов именно профессионалов виде спорта спорта с комплексом измайлова не рассматривался никакой вариант забрать его сделать централизован для тяжелой атлетики я не знаю единственная сейчас только услышал буквально вчера мнение по кубку президента кубку президента который состоится в москве следующем году и речь нам шла как раз где его проводить в лужниках и или ну как бы все сквозны к тому идет все кому идет что он будет в лужниках да может это секретная информация не знаю как бы я все равно все равно это интересно хотя бы это планируется и многим москвичам это будет интересно я вообще считаю что первый кубок президента должны было провести в москве но тем не менее но именно я допустим мнение свое высказал что можно было бы провести именно вот сиреневом бульваре в измайлово традиции там большие комплекс построены именно для тяжелой атлетики да со спицами какими-то новаторскими там даже сейчас у нас о твоем вопросе то что почему бы там не рассмотреть дальше там все все же упирается в какие-то кто владеет в частные руки и так далее так там кому-то он принадлежит там это они с этого имеют какие-то аренды и так далее и так далее поэтому об этом вряд ли тут надо уже думать именно специализированные вот вы строите специализированный фок вы уже туда запланируете если у вас тяжелая атлетика медали емкий вид спорта и он приносит медали и надо уже планировать по регионам в москве именно фоки специализированные для вот таких видов спорта хотя бы много нам не надо вы сами знаете все что там что зал там по мостике туда пойдут детишки это часто родители боятся там детей отпускать потому что в принципе обойдешь все залы там они где-то находятся в подвалах в таком ужасном ужасном состоянии все нормально грязные ржавые штанги и так далее беру в москве два зала только таких но два-три может зала который можно достойно прийти показать все остальное хотелось бы это улучшить я видел ты присутствуешь на многих соревнованиях в качестве почетного гостя и в москве и в области тебя приглашают туда или ты сам как инициатор ездишь присутствуешь потому что тебе это интересно понятно что и мне это интересно я как бы в этом кручусь я фанат тяжелой атлетики может быть там знакомый какой-то там поехал выступать и болеть нет на всех соревнованиях всегда все равно и по времени и столько их проходит что тут физически не успеешь да но по возможности именно вот что что в москве происходит я стараюсь посещать ну конечно и приглашают и по статусу положено для развития вида спорта для пропаганды самому присутствовать то что меня начали замечать там московской области на соревнованиях да наверное это в большей степени связано то что у меня с друзей моих занимается и выступает я его поддерживаю тем самым я понимаю что я приезжаю на эти соревнования я повышаю статус этих соревнований поэтому как бы приятное с полезным совмещаем не мешает делу это главное но то есть ты с удовольствием приглашению приезжаешь конечно если тем более если будут приглашать с удовольствием если это накладывается на какие-то свои там мероприятия то с удовольствием а вот как родилась идея и с какой целью организовать турнир на призы олимпийского чемпиона берестова посвященный памяти окуня это как бы такая уже многолетняя история она-то родилась очень давно и принципе просто и легко кучка людей таких фанатов и любящих своего тренера первого окунева михаил сергеевича это я это изотов володя и много-много еще друзей бывших штангистов не обязательно уровне там международников и так далее так далее обычно ребята занимающиеся когда-то занимались просто решили вот так память своего тренера почтить и создать такой турнир благо тогда наверно уже мои а даже еще тогда и директором не был организации в принципе на таких сначала таких общественных идеях мы взяли решили организовать в принципе получилось так уютненько ну как для себя там заранее уровне до сначала это было все число так чисто потому что окунев был тренером в основном уже работал последние годы детским тренером не очень много было детей уважающих его любящих его поэтому мы именно турнир сделали такого плана что будет чисто для детей и параллельно запустили что будут выступать как бы память его чтить тем самым выступая все все ученики окунева и вот как первый один из первых турниров прошел именно в таком формате сначала выступили дети а потом выступили все бывшие ученики и еще плюс включая даже ветеранов включили там но так довольно таки уютно все весело получилось всем понравилось потому что знаешь когда получается что люди связаны одной идеей одной целью не просто там это официальное мероприятие еще там никто за это деньги не платил мы чисто сбросились там по сколько там три тысячи по 5 тысяч рублей провели все классно все красиво решили каждый год тогда проводить и сейчас получается что уже имея в принципе статус и директора школы олимпийского чемпиона у меня есть возможность турнир каждый раз проводить все лучше и лучше приглашать уже как и вот на прошлом турнире и спонсоры подключились принципе неожиданно и как бы даже я особо не привлекал личность появилась олимпийские чемпионы стали приезжать это у меня соответственно знаешь получается что если я провожу в своей школе один один из таких самых значимых турниров поэтому я постараюсь всех учеников своей школы особенно всех тренеров всех спортсменов инструкторов всех моих тренеров мы как бы знаешь формат делаем такое что мы их за год чествуем награждаем приезжают все наши вот на этот год я планирую что приедет наш единственный выступает за мгфсо оптия ухадов его полностью так чтобы все-таки призер олимпийских игр выступающий за мгфсо должен но хотя уже до этого принимал участие но здесь вот мы опять же не буду там раскрывать секретов на самом деле правда секретов никаких нет сейчас пока на турнир да но каждый раз пытаемся придумать что-то новое поэтому хочу сказать что сто процентов что что-то новое будет и что-то интересное это хорошо когда каждое из соревнований что-то интересное люди заранее знают что будет какой-то там сюрприз да ну в любом случае выйдет какая-нибудь звезда тяжелоатлетики либо я сам опять поднимается ну да тоже в любом случае что-то интересное будет и мы как бы вот идеи со всех собираем будем уже сейчас уже сейчас мы уже начали по крайней мере не готовить но по крайней мере уже разговаривать о том что в каком формате как что провести сейчас уже меньше головной боли потому что уже как бы все знаешь когда опять же на пресс-конференции говорил что когда уже все и механизм запущен уже головной боли меньше уже думаешь о каких-то вот этих приятных моментах кого пригласить что новое сделать так уже все уже придумано не надо ничего думать просто хочется сделать это более зрелищно более красиво более красочно я думаю все получится опять а статус их какой московский российский да все спрашивают над статусом российский московский пока мы его не хотим запускать именно в такой в путь туда российского международного только по одной причине что боимся что мы не справимся с количеством народа потому что объем смысл их был именно детские соревнования праздник устроить именно детям когда мы первый раз устроили на пражской соревнования ко мне тренеры подходили и просто благодарили говорили спасибо тебе за праздник да не то что за соревнования за праздник это реально для детей был праздник и вылезти из подвала из таких условиях даже чемпионат россии хуже проводится по юношам а здесь провелось для детей которые начального уровня которые только взяли палочку еще технику изучили они уже могли участвовать на этих соревнований и смысл этих соревнований моих что я их провожу именно вот для таких для новичков чтобы дети именно вот у меня в организации в москве приезжали занимались соответственно видели что у нас все таки не просто там подвалы и так далее что у нас серьезный уровень что у нас сильная организация ну и параллельно приглашая я не отказываю никому ну каждый раз приходится знаешь как сокращать и думать вот вот эта большая головная боль мы думаем вот в каком формате провести почему вот многие ветераны меня обижаются потому что первый раз когда проводили турнир формат тоже такой был дети и ветераны второй раз тоже как-то получилось еще ветеранов пусть а третий раз столько детей уже было уже там за 100 человек всего в два дня проводится турнир больше нельзя потому что там залом тоже проблемы и ветеранов уже некуда не успеваем ничего сделать вот и вот над этим мы сейчас думаем как сделать так чтобы и детишек начинающих и всех желающих подарить им праздник то этого турнира и не забыть и бывших учениках ветеранок и так далее ну то то есть это как бы в рамках москвы пока это в рамках даже больше не москвы и даже моей организации именно МГФСО организации ну можно сказать москвы потому что мы один раз соединяли с первенство москвы юм среди юношей тоже ничего получилось но немножко мне не понравилось потому что опять же пришлось как бы провожу соревнования а вмешивается москва и получается не какие-то вот эти непонятки и которые меня немножко не устроили в плане организации что допустим опять же на москве нельзя выступать начинающим а у меня принцип такой что наоборот начинающим и на этом турне нужно обязательно выступать и вот эти вот небольшие состояния я считаю что ну я уже пришел к тому что я лучше я москву еще отдельно на себя проведение возьму отдельно а это будет отдельный турнир именно в том формате который мы начали дальнейшем не знаю попробуем может если получится действительно растянем она еще на несколько дней чтобы зацепить еще и ветеранов и может быть но там получается что взрослых мы не можем потому что второй этаж и помещение не позволяет проводить чтобы большие килограммы вот по поводу олимпиады в лондоне ты сам лично же присутствовал на олимпиаде в зале то есть воочию находился в той атмосфере которая присутствовала видел все события хотелось бы узнать твое мнение ты же как бы сказать когда был спортсменом находился но ты знаешь что происходит за кулисами не видя даже находясь в зале вот твое мнение о подготовке тренеров спортсменов ты вот что мне заметил ну мы все знают что я после олимпиады дал свое интервью почему все считают его разгромным каким-то там еще что чем на самом деле обычное интервью было наверно может немножко эмоциональным потому что как бы это это олимпиада все ждали золотых медалей ждали какого-то действительно ждали феерического выступления потому что ребятам действительно сделали все для подготовки ребята были готовы и даже на мировые рекорды я в этом убежден а получилось так так как получилось получилось ни одной медали два человека не выступает поэтому вот высказался я что действительно но это дальше расскажем об этом сейчас вот если о твоих вопросах что было как я смотрел олимпиаду в принципе в целом вот выступали как бы готовы были все на отлично и все хорошо и вообще к спортсменам которые выступили претензию тут вообще не нельзя не сказать надо быть даже не знаю кем чтобы сказать что-то но по месту было и заметно все и морально были устойчивы готовы и физически были сильные ни у кого не было никаких проблем не со здоровьем но было видно что ребята выкладывать все выкладывается до последнего да там моментами были как а так целом да и тренерский штаб вот те ошибки когда о которых я говорил но наверное можно сказать что сделать так что вроде как их не было потому потому что я потом допустим мнение и солтана османовича ригерта слушал ну с какой-то стороны они правы если так послушать да и наверное действительно если бы я там как в роли главного тренера оказался может тоже какие-то ошибки допустил бы ну и наверняка люди все застрахованы застрахованы но опять же остаюсь при своем мнении вот эти ошибки которые случились с аухадовым да когда можно сказать непростительный потому что спортсмен выбегает в последние секунды перезаявление веса это же спортивный принцип в шланге ты должен отталировать вот эта ошибка основная наверное которая вот такая явная да с той же надей истюхиной когда не может это баранка совсем может случиться но опять же это по слухам я могу про нее говорить потому что все кто-то говорил не что за кулисами не рвала 120 да и понятно что если спортсмен не рвет два подхода 120 то она должна идти на 100 опять же хотя можете 120 до а почему а в итоге ну как бы я слышал мнение солтан османович мне сказал что 125 на 20 20 на все-таки на разминке прорвала поэтому тут ну пусть порвала но когда мы видим что она не доверять его мнению поэтому но с другой стороны как вот мы про истюхина я и не говорил то что с рядом потому что истюхина всегда начинает 125 на всех международных на всех крупных соревнованиях всегда начинала и начинает рвать 125 поэтому говорить о том что это ошибка тоже нельзя это не была ошибка это и мы уже можем говорить ошибки уже если мы вкопаемся внутрь там действительно ее состояние может она чем-то болела может еще что-то еще но если она находилась боевой готовности если нас сто процентов всего была готова то 125 это небольшой вес и это нормально то что начинал а уже что-то там случилось внутри я мы же не можем будет если бы я был там то я мог прийти сказать потом что-то была ошибка допущена но по поводу по поводу таши теннинского состава ведь каких попытки даже может быть чрезмерные они же должны были предпринимать допустим выходит даже истюхина она как под копирку поднимает все эти три подхода а тренера просто стоят и молча наблюдают ну хотя бы вот как вот в тяжелоатлетике это происходит почему-то хотя выкрики там последний помогаешь вот солтан пытался и подбодрить там и по щекам бил и понимаешь что-то нельзя не за комбинать завести а вот именно там повыше подрыв там я не знаю там за голову какие-то такие как они словами к это все говорилось на пляж вот я сам себя понимаю тренер ой как спортсмен в той ситуации если ты сам не заведешься и какие слова не помогут ну чё тебе когда ты про тренировался несколько лет идя к цели четыре года на каждой тренировке изучая технику а когда тренер начинает кричать на уже на помосте учить тебя техники но это я считаю абсурд и техники уже там никто не научит какие-то мне тоже говорят надо было подсказать ей чтоб она там где-то плечами накрыли еще да не научите вы спортсмена в этот момент технически уже здесь здесь надо ее уже оставить в покое чтобы она просто успокоит потому что я понимаю что такое выходить последний подход и зная что если не веришь что это баранка на олимпиаде я просто представил у меня была такая ситуация не европе чтобы такая ситуация со мной случилась на олимпиаде но это врагу не пожелаешь более чем не поднять в этом я не считаю никаких ошибок вот именно тренерского штаба не было я говорил о ошибке у коширина коширина я как бы до сих пор убежден в том что это мое мнение что надо было ей спокойно толкать после 181 да там 183 или 184 это мое мнение я как бы от него не уйду хотя после того как я услышал мнение там солтанас ванна что он говорил что это чисто был психологический ход чтобы запугать китаянку в принципе если подумать наверное логика в этом есть да но я бы как тренер поступил по другому мы тут опять же что опять же еще раз говорю и всем буду говорить у каждого у нас есть свое личное мнение я посчитал что это была ошибка просто получается у что они говорят вот и тренер кошириной сказал что мы сделали сто процентов выложились немножко это лукавство что сто процентов вот сто процентов было если бы она подошла 183 там взяла на грудь уперлась это 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 реальный был подход а когда ты говоришь что мы сто процентов знали что она не толкнет и это было как бы просто психологии запугали да это как бы значит значит она она не выложилась это был тактический ход тренеров но она то понятно что она оставили без шансов получается так бы хоть какой-то шанс 83 84 да но вдруг бы чудом взяла бы на грудь и толкнул бы может быть это я говорю это моё мнение что она мне кажется что надо было идти вот таким образом тренер рассудили по-другому опять же тут говорить что вот это ошибки такие знаешь из разряда что как я где-то написал что все все эти ошибки можно списать на то что вроде их не заметить их не было и как бы вроде как хорошо мы выступили да но смысл моего разгромного интервью это что как разгромного да опять же что на олимпиаду не поехал два сильнейших спортсменов вот этот смысл было самое основное вот эти маленькие мелкие ошибки которые не позволили где-то выиграть золото они их можно как бы было не заметить но на фоне того что не поехал клоков и акаев вот эти тренерские ошибки и вместо них не поехал никто вот это замечать уже нельзя вот это основное а не получилось ли так что в сборной в кандидаты поездку на олимпиаду существует такая своеобразная между спортсменами конкуренция и возможно допустим какие-то предпосылки у того же клокова или аухадова были к травмам но они их специально замалчивали потому что были какие-то другие кандидат кандидаты вместо которых которые могли поставить вместо них я нет я в этом плане получилось так что эти травмы их выбились клее в итоге я много раз ставил там себя на место того же клокова того же акаева это реально ты думаешь что у тебя травма я согласен что ты олимпиаду не променяешь ни на что даже если ты но здесь уже включается второе и третье то что есть на сборе главный тренер есть на сборе доктор есть на сборе еще много специалистов которые не зря они там стоят и они должны смотреть за этой ситуации если они видят что акаев раньше там за три месяца олимпиады рвал 210 а сейчас он с трудом толкает 200 или там не рвет где-нибудь 150 тут уже об этом надо задумываться что-то делать выходить задавать вопросы все знали это не один ситуация все знали прекрасно что он травмированный что он болеет и в этой ситуации я считаю не подстраховались вот в этой ситуации вот это и в этом и заключается ошибка что не приняли волевого решения и не применяли на запасного это вот как я опять же говорил что это надежда на наш русский авось авось проскочит авось мы там получится ему и получил а могло и получиться вот это 50 на 50 наши а мы могли бы повести практически на 90 процентов того же чена который выиграл бы медаль вот ты был на неинтересно на заседании исполкома втор 7 сентября а вот если можно ведь это было бы как как бы закрытое заседание да ну и пару слов там можно об этом сказать кроме того я на самом деле считаю что в этом ничего нет там секретного и какого-то там ну а чём там шла речь и как реле это речь на исполкоме решила о том что во первых там присутствовал и замминистра спорта колобков все тренеры и старшие главные и соответственно президент федерации из центра сборных команд люди ну такой серьезно сидя не заседание где был отчет два олимпиаде главных тренеров солт на сманыч высказался очень эмоционально свою речь ну как бы все объяснил как чего зачем то же самое сделал давид адамович задали вопросы и свои мнения опять же я сказал свое мнение я поменялось люди там кто-то сказал свои мнения в итоге вот как я слышал что просто выступление российской сборной назвали удовлетворительные я как бы с этим не согласен твоя оценка какая моя оценка не удовлетворить я говорю опять же принести есть ваши они почему-то как бы мы если ты спалку спалком принял принимала решение двояко вот если рассчитать выступление сборной команды россии по тем людям которые выступали на олимпиаде да можно сказать что это удовлетворительно а если говорить в брать в целом что два человека не поехала нету золота то это не удовлетворить это логически и логично и принципе мои слова подтвердились в итоге когда сердцов уже в конце произнес речь по поводу но это уже не для кого не секрет что министерство спорта сейчас как бы будет конкурс на главных тренеров мужской и женской команды как мы понимаем раз будет конкурс значит от да это дамыч ригерд и солтанас младыч каракотов их как бы освобождают от занимаемых должности но они должны то они могут тоже подать свою кандидатуру и участвовать в этом конкурсе сейчас конкурс состоится с 10 сентября он идет уже до по 10 октября любой кандидат может подать свое заявление со своей программы со своей программы там какие-то определенные критерии возраста стажа работы и так далее так далее и после этого состоится заседание которое будет по моему 10 человек присутствует на этом заседании из министерства опять же из руссады за счетку из нашего исполкома на котором уже будет наверно принято решение здесь из тех кандидатов которые подадут вы выберут того кандидата который наиболее подходит и нам объявит главных главных тренеров мужской и женской сборки как ты считаешь вот на новый олимпийский цикл нужны ли какие-то перемены или формы федерации какие-то посмотрели мое мнение что федерация в целом сработала отлично в плане чего в плане подготовки потому что если послушать даже ребят если по своему опыту я смотрю я вижу действительно подготовка была очень хорошей да и спокойно подготовиться созданы все условия для того чтобы ребята подняли килограмм вот вопросик пока не забыл а вот по поводу например ванова как уже не один ходил по городу как вот могли тренеры допустить что он в дождик как каракотов говорил в дождик он там пошел в деревню но если ты приехал на олимпиаду ты готовился ты понимаешь что ты что тебе прохладно что ты можешь заболеть сеть там в такси до их на такси ли вы найдете в кафе зачем такие вот меры знаешь что тут и тренеры были нет но тут нельзя говорить о что-то как как ты же не будешь на привязи держать спортсмена каждый спортсмен если он попал уже в олимпийскую сборную если вообще в сборной это каждый профессионал тут уже не должен за ним тренер старшей сборной бегать может быть это есть ошибка нужен контроль как на привязи легкий может быть мое мнение что каждый спортсмен он ведет себя так как он считает нужным вот нельзя просто прямо ужесточить дисциплину это люди уже которые много лет прошли сборные люди которые знают как тренироваться и загонять их в какие-то рамки тоже было бы глупо совсем распускать тоже неправильно но надо выдержать какую-то золотую середину но я имею до реформы это вот такие какие-то небольшие нюансы когда ну едет делегация например поэтому сказать я я по чувствуешь себя чуть-чуть больным я за них дорого смысл твоего понял поэтому пошел дождик не ходи ты сам все это зависит от старшего тренера почему я вел почему я начал свою мысль что сама федерация начиная от наблюдательного совета президента люди к люди которые готовили сбор сработали в принципе сработали 99 процентов были созданы все условия то что у нас не поехали люди все-таки должен взять ну опять же так здесь как же когда у нас что-то не получается вину должен брать на себя главный тренер сейчас получилось так что принципе должен был давид адамович стать и сказать ну как многие во многих видах спорта если результата нету они отдавали в отставку и говорили что да ребята не получилось я не справился вот сейчас нельзя вот взять в корни исправить все что у нас сейчас за за два года на работу нельзя это сейчас поломать все и сделать сейчас надо сделать выводы сейчас надо вот то что министерство ввело вот эти конкурс назначить старшего тренера и как ты говоришь немножко поработать на дисциплине спортсменов и так далее все будет нормально у нас не все так плохо у нас принципе все хорошо есть спортсмены есть кого поднимать не хуже ли на все на этого или иначе то все так прям ильин или у нас люди не слабее но такого может быть и он не слабее он шутя улыбаясь поднимал эти весы еще больше мог бы может и мог может при конкуренции достойный я думаю если был бы а кайф и все говорится кайф бы также бы шутя поднял бы тоже да кайф не выступил получилось я говорю что о том что у нас есть люди которые могут поднимать и что прямо так кардинально все поменять тоже нельзя речь тем более есть традиционной категории в которых мы сильны и я думаю мы там будем дальше побеждать та же категория 105 очень страшное стечение обстоятельства что сейчас не выступили два лидера да и не выиграли золото по идее это наше золото на следующей олимпиаде наверняка у нас подрастает там тот же и шейко и биджанян мировые рекордсмены рекордсмены смысле и еще не не сказали свои последние слова наверное а кайф и клоков это здесь такая будет борьба уже не говоря о девчонках у нас очень большая скамейка запасных поэтому тут все хорошо сейчас надо не надо сейчас все разрушать все как бы менять и говорить давайте сейчас снова начнем с нового цикла создавать заново все хорошо сейчас сейчас вот эти коррективы ввести назначить новых тренеров которые будут нормально я хочу чтобы все честно было четко и взаимодействие именно с президентом с высшими органами власти нашей тогда все будет хорошо все спасибо чего просто